Всем привет, это Сева Бойко. Подкаст «Что это было?» начнется через минуту, а я пока сделаю небольшое объявление. 24 февраля – годовщина российского вторжения в Украину, и в этот день мы будем отвечать на ваши вопросы про войну. Оставляйте их в комментариях на YouTube или в подкастах Apple. Мы ждем ваши вопросы по самому широкому кругу тем, связанных с войной, про военные действия, про политику, про дипломатию, про экономику и так далее. А корреспонденты BBC постараются на них ответить. Еще раз напомню, вопросы оставлять надо в комментариях на YouTube и в подкастах Apple. Ну а теперь, что это было? Одним из самых громких событий войны в Украине стал подрыв Крымского моста в октябре прошлого года. Он нанес России не только практический ущерб, но и репутационный. На следующий день после дня рождения президента Путина под ударом оказался объект, символизирующий единство России и аннексированного Крыма. Российские силовики быстро отчитались о поимке ответственных за эту диверсию. Но моя коллега Нина Назарова, автор текста под названием «Набор случайных людей», изучила, кого арестовали по этому делу и выяснила, что не все так просто. Узнаем у Нины, какие к этому расследованию вопросы. Нина, привет. Привет. Давай начнем вот с чего. Почему ты занялась этой историей? Казалось бы, эта диверсия, подрыв случились в октябре, а на дворе у нас февраль. Изначально у меня не было никакого интереса к этой теме, я честно скажу. И эту тему довольно активно сватал на одной из летучек наш редактор. Говоря о том, что дело действительно очень громкое, и посмотреть на то, кого арестовали, и как вообще идет расследование независимому журналисту, в общем, было бы абсолютно правильно, что дело большая общественная значимость. Я поддалась на аргумент про общественную значимость и взялась за это, и думала, что этот текст можно будет сделать очень быстро, потому что я взялась за него еще в прошлом году, что сейчас я быстро посмотрю по другим СМИ фамилии адвокатов, найду этих адвокатов, с ними поговорю и соберу текст. И к своему достаточно большому удивлению я поняла, что первый этап состоит в том, чтобы вообще найти хоть какие-то следы адвокатов и близких арестованных, потому что за исключением истории одного арестованного Олега Антипова, материалы про которого выходили в изданиях «Медуза», которые признаны иностранным агентом в России и объявлены нежелательной организацией, и в издании «Медиазона», которые тоже признаны иностранным агентом в России. В общем, помимо истории одного арестованного не было ничего. Точнее, СМИ, которые работают в России, достаточно подробно писали о деле, но скорее излагая официальную версию происшедшего, то есть версию ФСБ. И среди множества статей, которые я видела, например, в Реоновостях, в Коммерсанте, в Интерфаксе и так далее, не было, опять же, мне не попадалось, ни одной попытки, собственно, узнать вторую сторону дела, то есть пойти к адвокатам и спросить, а как адвокаты комментируют обвинения, предъявленные людям. И поэтому, собственно, достаточно много времени ушло на то, чтобы просто собрать 8 адвокатов и 8 жен, потому что все арестованные мужчины, или попытаться максимально это сделать, и, собственно, с ними поговорить. И мне кажется, что вот такая вот зияющая пустота нам довольно много говорит о состоянии медиа в России, потому что, видимо, ну, я предполагаю, что государственным или разрешенным в России СМИ это, в общем, не очень интересно, да, им интересно транслировать некую государственную версию. Ну, и для них возможно транслировать только государственную версию сейчас. Да, совершенно справедливо. Вот. А для независимых СМИ, я думаю, что слишком много других очень громких и трагических событий, и это дело просто не самое безотлагательное. Поэтому, собственно, действительно взрыв был в октябре, а текст вышел сейчас в феврале. Ну, вот давай для начала напомним, собственно, что в октябре происходило на Крымском мосту. Ну, произошел взрыв 8 октября рано утром, и это следующий день после 70-летия Владимира Путина. Взорвалось несколько объектов в этот момент. Это был грузовик с строительной полиэтиленовой пленкой, это был легковой автомобиль, и параллельно взорвался грузовой состав поезд. И я помню достаточно хорошо, как я, собственно, видела новости, и моя первая мысль была, что это фотошоп, и настолько эпически это выглядело. Это выглядело просто как кадр из блокбастера, поэтому изначально моей первой мыслью было, что это просто фейк кем-то нарисованный. Мост был достаточно серьезно поврежден, там было приостановлено движение, и в том числе, помимо, собственно, вопроса снабжения аннексированного Крыма, еще подрыв моста усложнил логистику для обеспечения российской оккупационной группировки в Херсонской области, в частности. То есть это был удар и по гражданской инфраструктуре, и по военной логистике. Во время работы над материалом, как я понимаю, тебе удалось познакомиться с версией следствия. Вот ты только что описала, что произошло, а как, по мнению российских силовиков, это стало возможно? Основная версия следствия сейчас, что взрывное устройство было спрятано в груз с строительной полиэтиленовой пленкой весом 23 тонны, и что этот груз приехал на мост из Одессы через Болгарию, Грузию, Армению, снова Грузию, уже в Россию. И сразу же, мне кажется, на следующий день или через пару дней Следственный комитет назвал заказчиком этого подрыва главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. В свою очередь, пресс-служба украинской военной разведки сказала, что ФСБ и СК – это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, и что даже всерьез комментировать они это не будут. Но я так понимаю, всё-таки позже были какие-то намёки на то, что Украина может быть к этому причастна со стороны самой Украины? Да, ты правильно использовал слово «намёк», потому что когда я, собственно, искала, что про это говорили, это вот глагол, который используется, когда описывается высказывание руководителя СБУ Василия Малюка. На вопрос украинской журналистки в интервью про взрыв Крымского моста Малюк сказал, что он не может давать комментариев, и все комментарии подробные будут после победы Украины, но в целом, что основываясь и на нормах международного права, и на вообще, в принципе, логике военных действий, Украина была обязана отрезать логистику российским войскам. Ну, и действует она на своей территории, поскольку Украина аннексирована. Да, я поэтому и сказала, что он специально упомянул международное право и упомянул действующие законы Украины. Да, я не случайно это именно процитировала. Угу. Слушай, ну, мы все еще из 90-х помним, что обычно, если происходит какой-то большой взрыв, то сразу говорят, что сработало некое взрывное устройство, заложенное там-то, там-то, оно было такой-то массой, и сдетонировало оно потому-то и потому-то. Вот в этот раз было такое? Нет. На самом деле, первая вещь, которая меня удивила, которую я осознала, когда стала говорить с адвокатами, то, на самом деле, на этом этапе следствия еще совершенно неясно, что именно взрывалось и почему, каким образом. Потому что экспертизы, в том числе взрывотехнические, только идут. И их назначено несколько десятков. Когда будут результаты, пока неясно, это месяцы может занять. И сейчас, если почитать постановление о привлечениях людей обвиняемыми, там написано буквально «неустановленное взрывное устройство», «неустановленное средство его приведения в действие». И в целом слово «неустановленное» встречается в этих документах, мне кажется, я специально посчитала, больше 20 раз. То есть неустановленные лица, участники, неустановленные организаторы. И в целом там действительно такое количество неустановленного, что когда дальше я прочитала в этих постановлениях, что все 8 арестованных участвовали сознательно, прекрасно отдаваясь отчет в своих действиях. Это не точная цитата, но близко к тексту, значит, организованно, заранее спланировав все, то одно с другим совершенно не женится, потому что такое количество неустановленного, что кажется, либо крест с ними, либо трусы надень. То есть либо должно быть все установлено, тогда как бы звучит логично, что люди как бы что-то там делали осознанно в связи с планом. Либо как бы если столько неустановленного, то значит, наверное, как-то нельзя это так однозначно утверждать. Хорошо. И вот давай как раз перейдем к 8 арестованным по этому делу, которых ты только что упомянула. Если я правильно понял, то все это люди, имевшие отношение к перевозке груза, да? Семеро из восьми человек – это люди, так или иначе, имевшие отношение к движению груза. Один человек не имел к этому отношения. Его обвиняют в том, что он предоставил возможность участникам общаться. И, судя по всему, этот человек просто сдавал в аренду виртуальные сим-карты. Такая есть услуга, достаточно популярная сейчас в России. Адвокат его говорит, что он невиновен. Можешь рассказать на примере кого-то одного, что всех этих людей объединяет? И был ли какой-то общий сценарий их отношений со следствием? Прежде всего, мне кажется, нужно сказать, что, насколько я понимаю, как минимум несколько этих людей друг с другом в принципе не были даже знакомы. То есть, вопреки тому, что говорят, что это устойчивая группа, организованная, действующая в соответствии с планом, на самом деле нет. И, в частности, один из арестованных по обвинению в терроризме – это водитель Артур Терчнян, водитель-дальнобойщик, который был, собственно, нанят на часть маршрута этого грузовика со строительной пленкой. Собственно, сейчас немножко расскажу про этот маршрут, чтобы было понятно. Как я уже упомянула, по версии ФСБ, груз ехал из Украины через Болгарию, Грузию и Армению. И такой груз действительно ехал через Болгарию, Грузию и Армению. И все три страны, причем не только сразу, но и уже после расследований внутренних своих, сказали, что груз ехал, но с ним все было абсолютно нормально, что он проходил все необходимые проверки, пограничные и таможенные, что и в Грузии, и в Армении стоит специальная высокочувствительная аппаратура. В Армении сохранились буквально рентгеновские снимки груза и съемки видеокамеры. То есть что с грузом, по утверждению трех стран, все было абсолютно нормально. И вот этот водитель, Артур Терчнян, получил заказ на доставку в компании, с которой он постоянно сотрудничал, которая, в свою очередь, нашла это просто в одном из чатов по грузоперевозкам, насколько я понимаю, это типичная ситуация для поиска заказов на доставку. Артур Терчнян, выполняя заказ, сел за руль в грузинском городе Поти, приехал в Армению, где груз растаможили, потому что в Армении и России это единое таможенное пространство. И дальше самым коротким путем через Грузию, КПП Казбеги-Верхний Ларс, приехал с этим грузом в город Тормавир, Краснодарского края, где, собственно, разгрузили на складе. И теперь его обвиняют в том, что он сознательно доставил взрывное устройство на территорию России. И его адвокат, к которому я брала интервью, категорически это отрицает и говорит, что он просто как дальнобойщик выполнял заказ на доставку, и что на его месте мог быть абсолютно любой водитель-дальнобойщик. И что это как бы обвинение абсурдно, потому что он ехал через эти страны, проходил везде все инстанции, и что если якобы там даже что-то было, то все эти инстанции не смогли в трёх странах это заметить, то как, собственно, должен был водитель, как он должен был почуять, что там что-то, даже если там что-то есть, что там что-то это есть, что там есть какое-то взрывчатое вещество. Как вообще он должен это был понять? Ну хорошо, а если он знал заранее и преднамеренно скрывал от этих самых инстанций? Ну нет, он, мне кажется, что, опять же, да, что он ничего не скрывал, да, что все положенные проверки, рентген, досмотр, оформление груз проходил совершенно с требованиями Армении, Грузии и России в том числе. И сам водитель, в частности, рассказывал, что он жил, то есть ночевал, как сейчас делают дальнобойщики, ночевал в этой же машине один суток пути, и как бы неужели он бы стал это делать, если бы он думал, что там взрывчатка. И отдельно абсурдность этой ситуации в том, что когда водитель, собственно, Артур Терченян довез груз до Армавира, разгрузил его, он поехал в Пятигорск, сутки загружал фуру новым заказом, чтобы не ехать пустым обратно, потом приехал на КПП Верхний Ларс и встал в электронную очередь на 5-6 суток, припарковал фуру и поехал в гости к своим родственникам в Северную Осетию. И адвокат тоже, когда все это мне рассказывал, он просто не удумевал, то есть как себя представляет поведение террористов, как следователя, террорист, который встал в электронную очередь на 5-6 суток и как бы ждет в этой электронной очереди. Что-то абсолютно просто не вяжется даже со здравым смыслом. И дальше водителя вызвали звонком обратно к его фуре, и сначала его даже не задержали. Его достаточно долго опрашивали, после чего просто попросили буквально, я цитирую адвоката, не уезжать далеко. И водитель еще двое суток жил за свой счет в гостинице в Симферополе, ожидая, пока, собственно, ему скажут, да, вот мы вас опросили, можете ехать. И в частности, опять же, как говорил адвокат, он смотрел телевизор, как бы про расследование этого дела, думал, что сейчас они как-то разберутся, и я смогу поехать, собственно, дальше, домой и доставлять заказ. Но, да, его задержали. Как я понимаю, Тарчинян не один такой. И да, и совершенно верно ты говоришь, что он не один такой. Что когда я продолжила общаться с адвокатами, я поняла, что эта схема, что люди добровольно приходили на все опросы, приезжали в следственное управление, буквально жили в гостиницах, да, за свой счет, в ожидании, как бы пока, собственно, закончатся с ними какие-то там... Это именно не допросы, а опросы, потому что вот на этом этапе еще не было к ним никаких претензий. Похожая история у предпринимателя Александра Былина, который, как объясняют его адвокат и его жена, вообще случайно оказался причастен ко всей этой истории с грузом. Былин занимается оптовой торговлей овощами и фруктами, и в какой-то момент его партнер по рынку в Симферополе, Владимир Злоб, также арестованный, попросил, спросил у Былина, можно ли найти водителя с фурой. Былин сказал, да, есть логистическая фирма, в которой я часто беру транспорт для овощей и фруктов, там есть разные машины, вот телефон, там напрямую можете договориться. И вот это вот одно действие, что он соединил своего партнера по рынку с главой логической фирмы, оказалось достаточно, чтобы теперь ему предъявили обвинение в том, что он помог приискать автомобиль для перевозки взрывчатки. При том, что его жена говорила мне, что вы у меня спросите телефон такси, я вам дам телефон такси, и меня посадят за это. Такого рода степень случайности его в этой истории. И Былина также вызвали на опрос подробно опросили, и дальше просто сказали спасибо большое за вашу сознательность, будьте ответственными гражданами РФ, и отпустили без каких-либо обвинений. И Александр Былин совершенно спокойно жил несколько дней обычной жизнью. Хотя, наверное, не совсем обычной, потому что как раз так совпало, что у его жены Ольги как раз в этот момент шла подготовка к операции, потому что у неё выявили онкологию. И он, в частности, вот ездил как бы с ней в больницу. Я предполагаю, что у них был очень непростой период жизни, потому что, в частности, у них трое детей, и у старшего мальчика инвалидность, младший ещё достаточно маленький, ему 5 лет, и вот жена заболела. И вот, в частности, на выходе из больницы, куда он ходил с женой, пока она готовилась к операции, его, собственно, задержали второй раз. Ещё раз забрали всю технику, и жена удивлялась, потому что у него был совершенно новый телефон, потому что предыдущие его забрали уже, но забрали второй раз телефон, технику, включая технику детей, всё посмотрели дома, а дальше, собственно, его арестовали по обвинению в терроризме. К полному шоку, мне кажется, всех участников. Не то, что он не пытался скрываться, что он как бы всё рассказал, всё отдал, никуда не бегал, и в любом случае как бы к нему это вернулось. И этот сценарий, что у Терчняна, что у Былина, на самом деле воспроизводится почти во всех историях, которые я слышала. Тот же самый историй была у Олега Антипового, логиста из Петербурга, которую я, наверное, не буду сейчас пересказывать, потому что она из текста, плюс она действительно была описана коллегами из «Медузы» и «Медиазоны», объявленных иностранными агентами. И нежелательной организацией. И, к сожалению, «Медуза». «Медуза», да. И, в общем, что в какой-то момент я читала интервью отца ещё двоих арестованных, двух братьев, и в какой-то момент журналист спросил, вот их вызвали в Симферополе, и там задержали, и отец сказал, «Нет, они жили в гостинице». Я такая, и как бы я не удивлена в этот был момент, потому что это, видимо, по крайней мере, шесть из восьми людей, про которых я понимаю точно, про двух я просто не знаю деталей ещё, совершенно не пытались скрываться, а наоборот, мне кажется, наставили свои невиновности, максимально открыто сотрудничали со следствием. Даже, мне кажется, им не могло прийти в голову, что для них плохо кончится. Как я могу восстановить это по разговорам с их близкими? А что говорят их защитники? Да, прежде чем ответить, я поделюсь ещё своим тоже удивлением, когда я начала только этим заниматься, что я предполагала, что в это дело вошли какие-то, не знаю, публичные юристы, как это часто бывало очень в подобных случаях раньше, я бы сказала, наверное, до войны полномасштабной, что какие-то адвокаты с именем или правозащитной организации вступали в дело, чтобы как-то максимально делать это публичным. И это не тот случай. Мне кажется, что у многих арестованных адвокатов по назначению, потому что, в частности, у семей нет денег на заключение контрактов с адвокатом. Но при этом, к счастью, мне кажется, что многие адвокаты совершенно нормально разговаривают с журналистами, когда журналисты звонят, видимо, что-то спрашивают. И одно из моих наблюдений, что адвокаты под запись инен начинали наш разговор примерно с одних и тех же вещей, что это, все эти восемь человек, это набор случайных людей, которые оказались не в то время, не в том месте. Один адвокат сказал, что вот кого поймали, грубо говоря, того и привлекли к уголовной ответственности. То есть вот это вот общее недоумение, да, и еще там один собеседник, мой защитник, сказал, что я даже не понимаю, как это комментировать, да, там нечего комментировать. Это не буквально цитата, но по смыслу такая, да, что как бы даже затрудняюсь с этим комментарием, настолько как бы там нет... Предметодный комментарий. Да, 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 что это как бы... А чем они это мотивируют? А, собственно говоря, ничем, да. То есть это цитата про набор случайных людей, я даже вынесла ее в заголовок, ровно для того, чтобы передать это общее ощущение вот адвокатов от этого дела. Хорошо. Давай теперь подводить итоги. Какие вопросы к официальной версии следствия можно сформулировать после той работы, которую ты провела? Ну, во-первых, мне кажется, что вопрос очень важный все-таки, что именно взорвалось и каким образом действительно ли это был этот груз или нет, мы не знаем. Не в смысле от нас скрывают это, да, это действительно пока еще на этот этап экспертизы идет. Дальше мой вопрос следующий, если действительно экспертиза подтвердит, что это что-то было внутри этого груза, то, собственно, как и в какой момент это все там появилось, потому что, ну, опять же, у нас есть комментарии Болгарии, Грузии, Армении, достаточно развернутые, в том числе там подробнейший комментарий от официальных лиц Армении, да, то есть совершенно непонятно, как это вообще могло быть реализовано. Дальше все арестованные, мне кажется, все-таки описываются как посредники и какие-то там перевозчики, то есть совершенно неясно, как в реальности был организован этот взрыв, да, что в реальности там произошло, потому что у меня после общения с адвокатами действительно есть ощущение, что это просто случайные люди, попавшиеся просто под горячую руку ФСБ, и адвокаты настаивают, что все арестованные невиновные, значит, надо разбираться, что там в реальности случилось, да, то есть это, наверное, основной вопрос глобальный. Еще одно опасение у адвокатов заключается в том, что это дело настолько громкое, идеологически заряженное и политически мотивированное, что они боятся, что следствие не сможет отыграть назад, даже если выяснится, что все эти люди невиновные, да, что вот Бастрыкин отчитался Путину, что установлен организатор глава военной разведки Украины, что задержаны, значит, причастные, и рассуждал мой собеседник, он же не может прийти по Бастрыкин к Путину и сказать, слушайте, я погорячился, всех отпускаем, как бы у нас нет ничего, да, что сама вот эта политическая заряженность может стать губительной для невинных людей и в том числе помешать расследованию, то есть помешать тому, чтобы кому-то было интересно доискиваться до правды, а надо просто сохранить лицо. В общем, это прям, к сожалению, действительно тревога у многих адвокатов, что даже если удастся доказать невиновность их подзащитных, это может их не спасти. Спасибо, Нина. Нина Назарова, корреспондент русской службы BBC, была сегодня в гостях в подкасте «Что это было?». Читайте ее текст «Набор случайных людей» на нашем сайте, там же можно найти наш подкаст. Кроме того, мы публикуем новые выпуски в Тинеграме, на Ютьюбе, на многочисленных подкаст-платформах, например, на Apple подкастах. Не забывайте ставить нам оценки, подписываться и комментировать. Для нас это правда важно. Меня зовут Сева Бойко, а новый выпуск «Что это было?» уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова